сегодня я бы хотел да немножко сказать о контролизации в целом и в частности поговорим немножко о докере засыпем систему спецификации контролизации и так далее в целом сначала хотелось бы сказать сначала бы хотелось сказать про план начале мы посмотрим как появились для чего были созданы контейнеры куда они появились зачем потом больше откуда они появились как пришли именно к такой системе организации что такое контейнер отличие между виртуальной машиной контейнером поговорим о докере библиотеках и системах управления этим и о преимуществах и недостатках контейнеризации с какими проблемами сталкивались разработчики и команда опсов до контейнера изначально каждый разработчик должен был себе на компьютер установить окружение для разработки при этом могли быть разный ос могли быть разные тулсы которые они использовали могли быть разные зависимости этих приложений которые они устанавливали даже нужной версии то есть потенциальных угроз было достаточно также при появлении нового разработчика необходимо было проводить все эти шаги заново вручную при появлении нового элемента в архитектуре приложения также необходимо было на каждый компьютер разработчика вручную устанавливать этот элемент также сложно уследить за всеми зависимостями от дебажить проблемы это на уровне а у меня а у меня работает то есть у про разработчика работает тестировщика не работает вот с этим как-то надо было жить искать вместе до контернизации процесс деплоймента был в целом такой команда разработчиков подготавливала артефакты различных элементов инфраструктуры готовила к ним также список с какой именно конфигурации и как именно деплоить опсы пытались выполнить все это но был как человеческий фактор на уровне девелопер забыл указать какое-то условие конфигурационное либо опс не смог в точности реализовать этот процесс либо зависимости на сервере которые уже существуют могли конфликтовать со следующими с необходимыми изменениями которые надо внести при этом всего на сервер про деф либо еще какое-то необходимо было вносить изменения вручную и в общем контейнеризация в целом должна была решить эту проблему и так ее путь становления было очень долго потому что изначально это не планировалось для этого все эти манипуляции сначала в 1979 году появилась че рут команд которая позволяла изолировать процесс от окружающей которая позволила позволяла для процессу изменить видимый корневой каталог и дерево процессов для запущен для как для запущенного процесса так и для его дочерних элементов тогда еще никто не задумался какой-то полной изоляции поэтому корневой процесс мог выйти из чарут в 2000 нам во фрибсд уже была введена команда джейл которая позволяла ограничить подобной команде чуд ограничить зону видимости процессов но также добавляла функции определенная песочница процессов она позволяла изолировать файловые системы пользователей сетей и давала возможность назначить IP адрес и так далее в 2001 эта команда джейл уже была введена в ядро линукса соответственно на базе нее уже можно было представить определенные технологии был создан линукс в сервер который использовал чарут подобный механизм в сочетании security контекстном определенном в феврале 2004 компания сам тоже купили new oracle выпустила славис контейнер которые выпустила контейнер solaris который так и называется это комбинация элементов управления ресурсами системы разделение ресурсов называлась зон то есть зоны ограничивали можно было предоставить приложению полное пространство пользователя процесса файловой системы доступ к системному оборудованию однако приложение может видеть только то что находится в пределах его зоны также в 2005 подобный контейнером solaris была реализована open vc которая как и линукс в сервер использует виртуализацию на уровне ос и было принято многим осень 2 компания для продажи и ps и новый этап контейнеризации начался 2007 когда google выпустил все groups это механизм который ограничивает и изолирует ресурсы самого hard ресурсы то есть cp память дисковый input output сеть и так далее они были встроены в ядро в этом же году 2007 году в ядро линукса в 2008 тут же была выпущена новая версия первая версия lxc так называемый linux контейнер он очень похож на open vc но он реализовывал эти механизмы уже через нативные возможности линукса которые уже были реализованы гидре и дальше в 2011 появился варден новый этап он уже собой представлял не только механизм контейнеризации определенного но и api для взаимодействия с ним то есть более легким способом управлять эти системы в тринадцатом году опять google выпускает lmc tfu аббревиатура для let me contain that for you это было стэк контейнеров с открытым исходным кодом эти контейнеры это собственно и были контейнеры позволяют изолировать процесс используемые несколькими приложениями они также могли создавать собственные под контейнеры и в изолированных средах и в этом же 2013 году было был выпущен скажем так появился на свет докер докер задача докера была в основном упростить упростить взаимодействие рядового пользователя в нашем случае рядового программиста девелопера с системой контейнеризации то есть основан он был на таких системах lxc потом libcontainers libcontainers это такая библиотека которая вышла из let me contain that for you из разработки google которая позволяла взаимодействовать на низком уровне с функционалом ядра для изоляции процессов также корпус которая redhead выпустила свою систему называется rkta rkt rocket после этого до наших дней уже появилось много спецификаций много систем управления различного уровня о них мы поговорим сейчас так что же такое контейнер это контейнер сам по себе это изолированная среда исполнения программного обеспечения она содержит в себе исполняемый код все зависимости окружение необходимое для этого исполняемого кода конфигурации и так далее контейнер разворачивается контейнер это уже работоспособный элемент он разворачивается из образов который представляет собой набор инструкций конфигурации для конкретного контейнера и самого кода исполняемого сам образ можно собрать на базе инструкции других образов образ легко переносим его можно запускать любом другом устройстве которое соответствует критериям критериям наших случаев для контейнеризации это ядро хоста и для образа ранее пока он не был подвержен стандартизации какой-то это среда исполнения низкого высокого уровня вот основными фундаментальными аспектами для реализации контейнерной технологии является namespace и сегруп также есть много элементов которые помогают нам в этом но это я бы сказал основополагающие namespace работает как способ изоляции процессов системных ресурсов для процессов примером таких ресурсов являются идентификаторы процессора процессов имена хостов идентификаторы пользователей именно файлов сегрупс это функция ядра которая позволяет учитывать ограничивать изолировать использование уже hardware ресурсов таких как центральный процессор памяти диск input output так далее и к чему же пришло это все это пришлось собственно привело собственно к тому что после появления такой возможности как контейнеризация появилась возможность стандартизировать работу то есть каждый контейнер использует свое изолированное окружение конфигурация уже будет заложено в контейнер выполнение буквально одной команды приведет к развертыванию запуску контейнера на всех компьютерах пользователей это будет одно одно и то же один и тот же элемент системы он не будет ничем отличаться также это позволит команде легко деплоится на дэв на провод в принципе мы сейчас все немножко девопсы потому что мы пользуемся контейнерами также хотел поговорить о разнице между виртуальной машиной и контейнерами целом виртуальная машина вот здесь представлено три уровня hardware kernel и applications виртуальная машина реализует как виртуализирует два уровня ядра и applications при этом для упрощения самоконтронизация использует виртуализирует буквально только applications по сути есть несколько уровней виртуализации и что виртуальная машина что контейнеры это оба оба процесса виртуализирует ос level операционной системы уровень операционной системы преимущество такого подхода здесь представлены как раз как виртуальная машина работает виртуализирует она через гипервизор тут может быть хост может быть что угодно любой уровень вложенности виртуальная машина разворачивает свою гостевую операционную систему и application layer при этом когда мы говорим о контейнеризации в текущем ее представлении то мы на текущую хвостовую операционную систему с ее дром накидываем application эмулируем виртуализируем только application layer соответственно преимущества такие в том что контейнеры значительно меньше по размеру значительно быстрее разворачиваются очень легко масштабируются но при этом да у них немного страдает изоляция из-за того что изоляция происходит не внутри самого контейнера не на уровне ядра на уровне именно ядра хостовой машины когда она распределяет ресурсы точно также с этим связаны security issue которые в целом даже в текущий момент пытаются каким-то образом закрыть для контейнеризации а докер лип контейнер нс контейнер дивер что это такое сначала докер был создан как монолит в тринадцатом году на базе лип контейнер библиотеки такой которая взаимодействовала уже непосредственно с ядром линукса и формировала контейнер но в 2015 году докер как и другие компании решил все таки стандартизировать этот подход и таким образом был была анонсирована легкая портативная среда выполнения контейнеров она называлась run c что кстати интересно что лип контейнер что run c обе написаны на go и много много компонентов которые работают с контейнерами написано на go цель run c была изначально сделать стандартные контейнеры доступные широкой аудитории с этой целью проект был передан в opencontainer не шить и нишетив оуси ай то есть таким образом на базе этого оуси ай сейчас придем сюда оуси ай в целом за все это время было разработано две спецификации спецификация для образов и спецификация для рантайма вот как раз спецификация для рантайма позволяла вот с низкоуровневой системой выполнения взаимодействовать любой высокоуровневой системе выполнения если он придерживаемся спецификации то есть это транси в том же докере мы можем через докер инфо мы можем посмотреть на систему рантайма и по умолчанию там стоит run c но мы можем ее подменить на любую другую и работать дальше тогда же в 2016 году контейнер д был анонсирован тоже как более высокоуровневая система среды выполнения она вот уже взаимодействует с run c также есть докер энджин докер энджин по сути формируем давайте сейчас перейду к следующему слайду по сути как это все работает докер энджин создается генерирует из образа представления контейнера и передает в контейнер д контейнер ди с помощью контейнер шима и ран си эти два элемента отвечают за разные действия с их помощью двух этих элементов разворачивает собственно контейнер ран си взаимодействует с ядром и позволяет собственно запустить контейнер выделить ресурсы предоставить доступы и так далее шим это наоборот он следит за выполнением текущего процесса то есть контейнера и ран си наша библиотека которая отвечает за развертывание только благополучно закрывается и нет никаких демонов которые отслеживают наш контейнер так хотелось бы чуть-чуть отклониться от докера сторону других систем кибернетис кубернетис изначально давайте чуть чуть в историю вот кубернетис одна из самых популярных систем оркестровки и она использовала изначально докер как свой движок как свой движок для развертывания контейнеров но корпус которая работает с рокет продвигает ее создала ее пыталась возможные патчами всевозможными допилить кибернетис но кибернетис пришел по чуть чуть по другому направлению он решил немножко уйти от докера уйти по спецификации тоже через высокоуровневую и низкоуровневую среду взаимодействовать с контейнерами таким образом вот этот контейнер d который в докере высокоуровневой среды который отправляет запросы на ран си им можно заменить сирай сирай это контейнер рантайм интерфейс это для кубернетиса он представляет собой набор api интерфейсов библиотек позволяющих запускать различные среды исполнения контейнеров кубернетис любое взаимодействие между ядром кубернетиса и поддерживаемой средой осуществляется через этот сирай были такие были созданы такие сирай реализации сирай оу это первая среда исполнения которая была создана и она не была предназначена для замеры докера но ее можно было использовать на станивах серака серай контейнер d это система исполнения как в докере но для того чтобы ей пользоваться не нужен сам докер устанавливать джи визер это проект разработанный гуглом он работает у них на клауд платформе тоже взаимодействует с более низкоуровневыми системами развертывания серай у ката контейнерс это проект с исходным кодом с открытым исходным кодом он создает тоже легкие виртуальные машины после 2017 года докер превратился в проект мобиль на самом деле сказать все стало сложнее и проще даже не проще и осталось также для конечного пользователя как был докер так и остался докер но как его собирать изменилась изменился способ изменил способ его сборки то есть моби это как фреймворк представлен как фреймворк для работы с различными компонентами вы можете даже свой контейнеризатор собрать здесь на основе любых принципе компонентов открытый исходный код можете пробовать добавлять либо пользоваться как есть но для этого нужно очень глубокое погружение в контейнеры так в принципе в мобе и написано если вы хотите просто разворачивать контейнеры для чека проверки либо как быстрая среда разработки вам надо идти в сторону докера либо подобных систем если вы хотите углубиться именно создавать системы для развития для создания контейнеризаторов то тогда вам сюда в моби в целом я выделил такие преимущества и недостатки контейнеров преимущество в том что они легкие переносимые можно легко поменять провайдера например хостера то есть переехать с одного на другой простота масштабирования можно легко работать во время пиковых нагрузок легко масштабировать эти элементы они достаточно легковесны и поэтому изменения происходят достаточно быстро обеспечивают изоляцию на достаточно высоком уровне и из-за того что они достаточно легкие они сводят к минимуму ресурсы расходы на ресурсы необходимые для запуска в целом аппликейшена позволяют легко воспроизвести большинство багов на которые были обнаружены на протокружении поскольку у нас конфигурационные параметры одинаково из недостатков при достаточно большом приложении например как у нас микросервисной архитектурой мы имеем большой список контейнеров за которыми реально тяжело уследить соответственно нам необходимо настраивать систему оркестрации а это дополнительные вложения как человека часы так инфраструктуру и так далее отсюда же вытекает новое знание которыми должны обладать как разработчики так девопсы которые за этим всем следит следят которые работают с этим также для того чтобы хранить определенное состояние контейнеры должны для того чтобы хранить определенное состояние должны хранить его вне контейнера еще компоненты со сложными зависимостями но может быть тяжело контейнеризовать например например система машинного обучения который может потребоваться доступ графическому процессору это может быть большая проблема или интернет of things когда контейнеры должны использовать архитектуру ARM в полевых условиях работать с низким энергопотреблением вот в принципе все то есть и и и и и и и и